Гордиться своей историей безусловно важно и нужно, но одно дело чтить память героев и совсем другое помогать этим героям сегодня. Вы смотрите специальный выпуск новостей на телеканале ЗАП-ТВ в студии Анжелика Понебрашина. Здравствуйте! 76 лет прошло с тех пор, как героический советский солдат принес планете мир и свободу. Но сколько бы лет ни минуло, сколько бы ни предпринималось попыток переписать историю, мы всегда будем помнить великий подвиг нашего народа и огромную цену, которую он заплатил за мир. И в будни, и в праздники мы должны окружать вниманием и заботой участников Великой Отечественной, детей войны и тружеников тыла. Команда ЗАП-ТВ сегодня работала на центральной площади города, где прошел военный парад по случаю празднования Дня Победы. Подробности у моих коллег. Первый парад в честь Победы в Великой Отечественной войне состоялся на Красной площади столицы 24 июня 1945 года. Приказ о его проведении подписывал Иосиф Сталин. Принимал парад маршал Георгий Жуков. В истории же современной России первый парад Победы прошел 9 мая 1995 года по решению президента Бориса Ельцина. Парад состоял из двух частей – на Красной площади для ветеранов и на Поклонной горе для иностранных делегаций с участием тяжелой военной техники. С тех пор он проводится ежегодно. Первый военный парад на площади имени Ленина в Чите прошел 9 мая 1995 года. Сегодня торжественное мероприятие проводится уже в 26-й раз. Буквально через минуту устроенными рядами в марше пройдут мотострелки и танкисты, зенитчики, артиллеристы, ракетчики, пограничники, сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Отдать дань памяти погибшим героям, вернувшимся с фронта ветеранам и труженикам тыла, спешит и подрастающее поколение. Заптовое поздравляет забайкальцев с Днем Великой Победы. Командующий парадом полковник Виталий Подлесный проверяет готовность расчетов. Звучит команда «Смирно» и на площадь вносят знамя победы – официальный символ победы советского народа и его вооруженных сил над нацистской Германией. Доклад принимающему парад полковнику Николаю Захарову. Звучит гимн Российской Федерации и начинается прохождение парадных расчетов. Открывает военный парад расчет барабанщиц. В состав входят военнослужащие женщины, имеющие звание от рядового до капитана. Барабанная дробь, четкий шаг, дрожание земли задают ритм для следующих колонн. За женщинами на плац выходит рота почетного караула, которую пополняют школьники и юноармейцы. В рядах краевого отделения юноармии уже более 11,5 тысяч юношей и девушек. Почетные представители идут отдельной колонной. Маршируют и воины отдельного батальона радиоэлектронной борьбы. Батальон решает задачи по подавлению, выводу и строю радиоэлектронных систем, средств разведки, связи и навигации противника. Далее офицеры объединения ВВС и ПВО. Военнослужащие бесстрашно управляют истребителями Су-30СМ и штурмовиками Су-25. Ожидание и авиации, и сухопутной техники – один из самых волнующих моментов. Знаменитый Т-34 – самоходная артиллерийская установка Су-100. За ней БТР и БМП. Технику мы ждем. А что больше? Техника, которая наземная? Танк. Танк. Танк? Все или один? Т-34? Т-34. Катюша. А, так. Кто-то в семье у вас воевал? Конечно, у нас воевал дед, прадед воевал. И Великую Отечественную, и Вяпонскую войну погибли многие. Ну, то есть, есть кого помнить, вспомнить, радоваться за этот великий праздник и выразить благодарность нашим ветеранам, которые остались живы. Мы никогда не окупим этот долг перед ними. Замыкает колонну один из самых мощных боевых комплексов. Позади меня пусковой комплекс «Искандер-4». Уникальные возможности комплекса для нанесения дальних высокоточных ударов позволяют считать его лучшим в мире. Этот комплекс способен поражать любые цели на расстоянии более 200 километров почти со 100% точностью. После демонстрации техники забайкальцы ожидали шествия бессмертного полка, но из-за эпидемиологических ограничений акция проходит онлайн. Однако, одиночные портреты все же высятся по обочинам улиц Читы. Вадим Дмитриевич Леонтьев родился в 1925-м, а уже в 17 лет был призван на фронт. Сегодня с его портретом стоит сын. Нет, он не погиб. Он умер несколько лет назад. А, он то есть дожил? Да, да, да. Он жил, да. Каждый год его президент поздравлял. Ну, горжусь своим отцом. Победу где встретил? Победу встретил он здесь, за Байкалью. Что пожелаете в этот день ветеранам, дружникам Киева? Самое главное – крепкого-крепкого здоровья им. Чтобы окружали их добрые родственники, которые заботились о них. Вот это вот пожелаю тебе. На вопрос о самом зрелищном моменте парада зрители уверенно отвечают, что главное здесь не представление, а ощущение чувства благодарности перед стариками. У нас прадед, пропал без вести под Москвой. То есть их прадед, мой дед. В каком году? В 41-м году. Зимой 41-го года сразу. Я на фронте не была, а работала в штабе. Завдела производством секретной части. С 41-го года по 47-й год. Это медали. Да они все ценные для меня. Медали – это особая гордость не только ветеранов, но и тех, кто работал в тылу. За особые заслуги людей награждали медалью за трудовую доблесть. Девять лет было, когда началась. А где жили в Батюгод? В Забайкале? Аксиский рывок, в Забайкале. А с чем занимались и где работали? В колхозе. Ветеранов и тружеников тыла автобусы развозят или домой, или на торжественные концерты, которые начались по всему городу. Сегодня в столице Забайкальского окрая будут мастер-классы, реконструкция боевых действий на площади революции, выступления творческих коллективов. Завершится празднование традиционно праздничным салютом. Тамара Ванфули, Николай Шунков, ЗАП-ТВ. Легендарный танк Т-34, который принимал участие в боевых действиях под Смоленском, Минском и в странах Европы, остается на ходу и сегодня. В строю и другая техника. Боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша» и иностранные военнослужащие в торжественном марше на обрусчатке главной площади города. Наши коллеги из телекомпании «Аригус» в следующем сюжете расскажут о параде победы в столице Республики Бурятия. Внимание! Говорит и показывает главная площадь столицы Республики Бурятия. Вознаименование победы в Великой Отечественной войне. Парад победы! Смирно! Для встречи слева! На краю! Сегодня на площади Советов города Улан-Удэ проходит военный парад соединений и воинских частей Улан-Удэнского гарнизона. Знамя победы в руках у гвардии лейтенанта Чапурнова Виктора Сергеевича. Это ответственное право офицер заслужил отличием в подготовке и добросовестном отношении к службе. Именно этот флаг увековечен в истории как знамя победы и стал официальным символом Великой Победы советского народа над фашистской Германией. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищи! Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 В след за командующим парадом первыми на площадь Советов вступает взвод барабанщиков 75-й бригады управления. К трибуне приближается подразделение вооруженных сил Монголии. В торжественном марше по площади Советов проходит управление 36-й общегосковой армии. По площади Советов в торжественном марше проходит 11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада. Под гул мощных моторов на площадь Советов входит боевая техника. Начинается прохождение парадных расчетов механизированной колонны. Командир танка капитан Сибиков Баир Борисович. Солдаты Третьего рейха называли ее орган Сталина из-за звука, издаваемого оперением ракет. Все боевые машины восстановлены силами личного состава 36-й армии. Наша гордость и наша память! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Истребитель Су-30СМ предназначен для контроля воздушного пространства, ведения воздушной разведки и уничтожения наземных целей противника. Направо, шагом, марш! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Великий праздник – День Победы. Сегодня в честь 76-й годовщины празднования страна радуется чистому и спокойному небу над головой. Но какой ценой досталась победа нашим предкам в этой кровопролитной и беспощадной войне? Нашей съемочной группе удалось запечатлеть фрагмент боя берлинской стратегической наступательной операции, в которой принимали участие бойцы 82-й гвардейской стрелковой дивизии – наши земляки. Подробности наступательной операции прямо с поля боя расскажут Виктор Соловьев и Николай Ошунков. Сейчас зрители с большим интересом разглядывают военную технику и оружие того времени. Но спустя несколько минут на этом поле развернется последняя битва, в которой бойцы 82-й гвардейской дивизии без страха и с уверенностью в победе пойдут в последнее наступление на врага. И даже канонада сотен боевых орудий не сможет заглушить громкое «Ура». На этот раз фашисты уже не в силах сдержать оборону. Уже совсем скоро над Рейхстагом будет развиваться красное знамя победы. Ожесточенный бой на глазах сотен горожан, как вечная память о тех, кто отдал свои жизни ради нашего будущего. Тысячи бойцов советской армии без устали шли в наступление весной 1945-го. 76 лет назад страна услышала долгожданную весть о победе. Участники Забайкальского фронта особенно трепетно относятся к истории военного времени. Для них это не просто реконструкция боя, а целое событие. Событие и дань памяти нашим предкам. Мы идем по заранее запланированному сценарию. То есть мы точно знаем, что мы победим. Мы точно знаем, что кто погиб на поле, он встанет и пойдет дальше. Кто будет ранен, ему не придется лечиться в госпитале, он ранен буквально на 30 минут. Это составляет свой отпечаток. А самое главное, благодаря таким боям мы даем возможность людям прикоснуться к тому времени, к тому накалу страстей, к тем ощущениям, которые могли испытывать ветераны, защищая нашу Родину. Радостные возгласы о победе и слезы радости на глазах. Но взятие Берлина не было официально самым последним сражением советской армии в Великой Отечественной войне. Впереди было освобождение Праги и ряд сражений с пробивающимися на запад окруженными группировками врага. Но для всего советского народа это был священный последний бой той войны. Это была самая кровопролитная битва. Немцы защищали свой последний рубеж и терять им было нечего. Бойцы 82-й гвардейской решительно вгрызались в оборону противника и, обходя укрепленные населенные пункты, приближались к Берлину. Приближает очень сильно к реальности. Охолощенное оружие, выстрелы, взрывы перед лицом засыпает землей. И смерть где-то рядом, кажется, в этот момент. В первую очередь патриотизм развивает. И дети как-то, не знаю, у них проявляется стремление знать свою историю, настоящую историю. Большое спасибо в первую очередь ветеранам, которые защитили нашу землю, нашу родину от захватчика. И не позволили нас завоевать, взять в рабство. Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена! Вот и сегодня, на 76-ю годовщину победы, Красное Знамя взвелось вверх под радостные возгласы сотен зрителей. Вечная слава и память героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. С праздником, дорогие ветераны и дети войны! Спасибо и низкий вам поклон! Виктор Соловьев, Николай Шунков, ЗАП-ТВ Я помню, ранила береза, осколком бомбы на заре. Студинный сок бежал, как слез, поезу вечер на колере. За лесом пушки грохотали, голубился дым пороховой. Но мы, столицу, отстояли, спасли березу под Москвой. И рано-раненько весной береза белая опять. Оделась новой листвой и стала землю украшать. И с той поры на все угрозы мы неизменно говорим. Родную русскую березу в обиду больше не дадим. 41-й год потери страха. Заревом кровавым племенел. Двух парней в разорванных рубахах утром выводили на расстрел. Первый шел постарше, темно-русый. Все при нем, и силушка, и сась. А за ним второй пацан, без усы. Слишком юный, чтобы умирать. Ну а сзади, еле поспевая, семенила старенькая мать. О пощаде немца умоляя. Найн твердил он важное. Расстреляет. Нет, она просила. Пожалейте. Отмените казнь моих детей. А взамен меня. Меня убейте. Но в живых оставьте сыновей. И ответил офицер и чинно. Ладно, матка. Одного спасает. А другого расстреляем сына. Кто тебе милее? Выбирай. Как в смертельной этой круговерти Ей сберечь кого-нибудь суметь? Если первенца спасет она от смерти, То последующий обращен на смерть. Зарыдала мать, запричитала, Вглядываясь в лица сыновей. Будто бы и правду выбирала. Кто роднее, кто дороже ей. Взгляд туда-сюда переводила. Ой, не пожалеешь и врагу. Мук таких. Сынов перекрестила и призналась фрицу. Не могу. Ну а тот стоял непробиваем, С наслаждением нюхая цветы. Помни, одного мы убиваем, А другого убиваешь ты. Старший, виновата улыбаясь, Младший в груди своей прижал. Брат, ты спасайся, Ну а я останусь. Я пожил, а ты еще не начинал. Отозвался младший. Нет, братишка, ты спасайся, Что тут выбирать? У тебя жена и ребятишки, И я не жил. Не стоит начинать. Тут учтиво немец молвил битте, Отодвинул плачущую мать, Отошел подальше деловито И махнул перчаткой. Расстреляет. Ахнули два выстрела, И птицы разлетелись дробно в небеса. Мать рожала мокрые ресницы, На детей глядит во все глаза. А они, обнявшись, как и прежде, Спят с свинцовым непробудным сном. Две кровинки, Две ее надежды, Два крыла, пошедшие на взлом. Мать безмолвно сердцем каменеет. Уж не жить сыночком, Не цвести. Дура матка, получает немец, Одного могла бы хоть спасти. А она, Баюкая их тихо, Вытирает с губ сыновь их кровь. Вот такой убийственно великой Может быть Матери любовь. Мне теперь ничего не снится, Лишь фашистские лагеря. Дети, Дети, Бледные лица, Окровавленная земля, Дом, Собаки, Колючки, Заборы. Это благо мгновенная смерть. Кровь из вены, Качают, Угоруют, А кому-то в печи гореть. Умирают, Да так неумело, У фашизма стальные тиски. Взбухла памятью синяя вена, Болью сжала виски. Защищая планету от смерти, Не давайте поблажки чуме. Прошлый век, Солоспилус, Гибнут дети, В предпоследней, В последней войне. На этом наш выпуск подходит к концу. Мы постарались рассказать вам о ветеранах и детях войны. Таких, какие они есть. Старые, уязвимые, Нуждающиеся в нашей заботе и любви. Но все еще герои. Уважайте историю и цените настоящее. До встречи в эфире. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на ЗАПТ-ТВ. Спонсоры показа – магазины Интимиссими и Кальцедония. Кальцедония и ее уникальный ассортимент. Колготы из кашемиры, купальники, леггинсы, мужская и детская коллекция носков и даже для самых маленьких модниц шикарные колготки и леггинсы. Итальянские бренды. Магазин Кальцедония. Торговый центр «Макси». Шилово-100. Недельник 10 мая будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду. Ночью температура составит плюс 1, плюс 3 градуса. Днем будет от плюс 8 до плюс 10 градусов выше нуля. На этом все. Увидимся завтра на ЗАПТ-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует...